Здравствуйте! Это новости Дагестана. На связи с вами Джамиля Шарипова. Владимир Васильев рассказал о том, как главы муниципалитетов будут взаимодействовать друг с другом и помогать людям в условиях эпидемии. Накануне глава Дагестана посетил республиканскую больницу восстановительного лечения, которую подготовили для приема больных COVID-19. Он отметил, что медучреждения Дагестана испытывают нехватку персонала на фоне борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Только в этой больнице на сегодняшний день уже не хватает 10 врачей. При этом больница еще не начала прием инфицированных. Не лучшее положение сейчас и в районах Дагестана. Поэтому глава республики рассказал о том, как намерены взаимодействовать муниципалитеты. Каждый глава доложит, что у него есть и чего у него нет. И еще. И что он может дать друзьям. Понимаете? Мы сейчас вынуждены перестраиваться на ходу. Развивать наше производство. Вот видите, Дагдизель. Высокотехнологичный производство. Обороны. Быстро перестроились. Сейчас Кемс пытается освоить, ни много ни мало. ИВЛ производство. ИВЛ. Сложнейший аппарат, да? Которыми раньше не занимались. Все покупали за границей. Просто этим не занимались. Участок приходится делать на хак. Поэтому дорогие для дистанции. Вы правы, когда судите и говорите, этого нет, того нет, этого нет. Это правильно. Здесь не должно быть такого чувства, что все. Нет, это не так. Но для того, чтобы это было, надо работать. Поэтому мы разрешили. У нас где-то около 160 предприятий, которым мы разрешили работать. Недостаток лекарств и всего необходимого для борьбы с вирусом объединило медицинское сообщество республики. Так госучреждения поддерживают и частники. Медцентр здоровья передал первой городской больнице Махачкалы аппарат для искусственной вентиляции легких. Поддержка дыхания жизненно необходима пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Главврач больницы Хаджимурат Малаев отметил, что любая помощь сейчас дорогого стоит. Сегодня частный центр подарил нам аппарат ИВЛ, которым очень будут нуждаться наши пациенты. Это очень важно сейчас понять, что мы на стороне, никто не должен оставаться. Это беда общая. Сегодня мы объединяемся. Сегодня мы понимаем, насколько это важно. Жизнь, она дороже всего. Материальное благо, они приходят, когда есть жизнь. Я желаю всем здоровья. Я желаю тем, кто намерен помочь, чтобы у них это намерение в этом месяце случилось. Характеристики аппарата позволяют проводить вентиляцию легких в круглосуточном режиме при различных параметрах подачи кислорода. Напоминаем, что больница является одним из ковид-госпиталей Махачкалы. Статистика заболеваемости сегодня такова. 1,662 официально подтвержденных больных, то есть плюс 109 человек за сутки. 170 выздоровело, обследовано 20,363. Жителям региона рекомендовано максимально ограничить контакт и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Все меньше территории, где вирус не проявил себя. На сегодняшний день это всего 4 района. Данные приводит оперативный штаб республики. Во всех остальных муниципалитетах инфекция уже есть. По данным Оперштаба, почти половина случаев COVID-19 в Дагестане выявлено в Махачкале. В Каспийске 68 случаев, в Хасавертовском районе 64. Далее идут Хасаверт, Карабудахкенский, Сергей Калинский и все остальные районы. В России могут законодательно урегулировать работу на удаленке. Об этом накануне заявил лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, пандемия инфекции может идти волнами, а новые формы занятости станут в этих условиях более востребованы. Медведев считает, что после анализа опыта, который складывается в настоящее время, надо будет вернуться к корректировке трудового законодательства. Оно должно быть не просто более современным, а отвечать вызовам, с которым столкнулась Россия в этом году. Я и год назад об этом говорил, и полгода назад об этом говорил, но сейчас эта задача перешла из плоскости вот такого обсуждения, которое мы с вами вели на разных площадках, и в правительстве, и в партии, и в Государственной Думе, в Совете Федерации, в экспертных кругах. По сути, перешла в рабочий режим. Поэтому нужно детально проанализировать тот опыт, который накапливается прямо сейчас. А затем вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало не просто более современным, чтобы оно отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество и наша страна вот в этом 2020 году. Дагестан до конца года приобретет сельскохозяйственную технику на 150 миллионов рублей. По данным Минсельхоза Республики, такие планы у компании Дагаграснад. Напомним, что в регионе сформирован перечень системообразующих организаций, в которые вошли и предприятия АПК. Сейчас в них занято более 3000 человек. При этом Республика уже демонстрирует рост занятости на период весенних сезонных работ. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова